С 70-х годов за захватывающим зрелищем передвижение экраноплана по поверхности моря наблюдали каспийчане. Теперь эта достопримечательность будет украшать строящийся в Дербенте парк Патриот. Руководство Каспийской флотилии, в чем в виде не находилось судно, согласилось передать его Дербенту. Все подробности Луизы Раджабовой. То ли самолет, то ли корабль, боевой ракетоносец, экраноплан Лунь. Уже четверть века до берега Каспийского моря стоит уникальное детище советских инженеров. Невидимые радарами способны уничтожить корабль противника с расстояния 250 километров. Творение 20-го века превзошедшее время. Лунь, он же проект 903, на взгляд напоминает самолет. Разница в том, что он летает над водой, высоко не поднимаясь. Был разработан в середине 70-х на основе опыта экраноплана КМ. По размерам уступил старшему брату, однако благодаря высокой скорости движения, 500 километров в час мог легко подойти к авианосцам на расстоянии точного запуска ракеты. Единственный в мире боевой экраноплан вооружен шестью противокорабельными ракетами. Его длина 73 метра, а размах крыльев 45. В отличие от других моделей, был мореходным, мог выдерживать шторм до 6 баллов, и это при весе 400 тонн. Самый быстрый корабль идет, пусть даже 40-50 узлов, больше нету такого корабля. А этот идет 500 километров в час летит на экран. Он минует минные поля, заграждения любые. Из этого он подлетел, выпустил ракеты, развернулся и улетел. Сегодня экраноплан стоит на территории завода «Дагдизель», однако доживать свой век потомок Каспийского монстра будет уже не в бризе Каспийских волн. Совсем скоро Лунь станет одним из главных экспонатов парка «Патриот», строящегося в городе Дербенте. Командованием Каспийской флотилии совместно с администрацией города Дербент прорабатывается вопрос о передаче. Сейчас будут завершены работы по дементрализации в январе 2020 года. Проработан вопрос его спуска на воду и перебуксировки непосредственно в городе Дербент. Распад Советского Союза внес свои коррективы в судьбу ракетоносца. Проект 903 был заморожен. Оставшаяся единственная огромная машина, то ли самолет, то ли корабль, совершила свой последний полет в 1991 году. И теперь это уже история. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Каспийск.